Известный российский актер Максим Аверин покорил сибиряков рождественской сказкой. Вместе с ним историю о щелкунчике и девочке Марии исполнили музыканты Новосибирского симфонического оркестра. На репетиции, которая прошла за несколько часов до выступления, побывала Екатерина Карпенко. В бой! В бой! Берите его! Берите его! Перед новосибирскими зрителями Максим Аверин предстал в роли мастера Дроссельмейера, одного из героев гофмановской сказки. Для выступления актер придумал собственную историю приключений щелкунчика и Марии. Совместная репетиция с Новосибирским академическим симфоническим оркестром у артиста прошла всего за два часа до представления. Я сочинил сказку, потому что у меня была мечта с оркестром, с потрясающей музыкой, выходить к людям. Вот такой свой корпоратив сделать. Я не работаю корпоратива, и в Новый год я всегда отдыхаю, потому что я люблю этот праздник очень. И я вот придумал такую вот историю. И уже с 2018 года я езжу по стране, и у меня уникальная возможность работать с разными оркестрами, что, вы понимаете, каждый оркестр уже по-своему играет. Полтора часа литературно-музыкального представления проходят на одном дыхании и по-настоящему погружают в новогоднюю сказку. Великолепное произведение немецкого классика «Гокмана. Шелкунчик и Мушиный король» полюбилось миллионам читателям во всем мире. Это история про маленькую девочку Мэри, где оживают ее куклы-шелкунчик, и они борются с Мушиным королем. Ну и, конечно же, по классике «Добро побеждает зло, дружба, коварство». Новосибирск стал последней концертной площадкой для Максима Аверина в этом году. После этого выступления актер планирует отдохнуть. Екатерина Карпенко, Олег Рыльвец, Новосибирские новости.